Это и есть та самая многоэтажка из окна пятого этажа, которой выпал малыш. Счастливые истории Илюши, который приземлился вот на эти кусты, уже прогремела на всю страну. Это случилось неделю назад, однако для мамы-мальчика с тех пор, кажется, прошла целая вечность. Соседка Ольга Полозняк все еще не может забыть тот ужас, который испытала воскресным днем. Мы лежали на кровати, я увидела, что он лежит, ну, летит такой. Такой, знаете, я справа подумала, что это вообще либо чемодан летит, либо крышу делают. И потом дух так глухой такой стука, будто ну, с крыши что-то скидывает, и все. А потом уже к нам сосед встретит, поеду на этажа постучался, говорит, это не ваш ребенок выпал, потому что у меня же тоже маленький. Мы смотрим на шапку дома, открывая окно, там Ильюха уже у женщины на руках. Пока очевидцы пытались понять, с чьим ребенком чуть не случилась беда, мама Ильюши готовила обед на кухне. И даже представить не могла, что те несколько минут, пока малыш был один, чуть не закончились трагедией. Честно, я даже не знаю, потому что он был возле меня, понимаете? Он просто взял машинку и пошел телевизор смотреть. Я просто поставила решетку на габаритуре, посмотрите, и пошла сразу за ним. У меня тут стук. То есть это все буквально за секунду произошло? Это быстро, да. Это я говорила уже. Мне не верили в милицию, я говорю, это буквально пару минут, это немного времени прошло. Он на подоконник никогда не лазил. Жильцы дома уверяют, теперь мама сына буквально не выпускает из рук. Когда я уже увидела в окно, ребенок был у нее, она рыжала, да. И этот мужчина, который нам помогал, куртку снял, накрыл ее, держал. Конечно, маме тяжело было, теряло сознание каждые три секунды. Невероятно, но ребенок, а ему два с половиной года, отделался ушибом и ссадиной. Его госпитализировали, но вскоре семейство выписали. Похоже, мальчик и вправду родился в рубашке. Чаще всего повреждения бывают из тяжелой жизни, угрожающей, из гораздо меньшей высоты. То есть падение с пятого этажа – это чудо. Очевидцы отмечают, сразу после падения зазвонили колокола Свято-Георгиевского храма. Потому местные и окрестили случай настоящим чудом. Тем временем следователи проводят проверку. По данным следствия, днем 6 октября в Вавруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, используя детскую игрушку, забрался на подоконник, открыл створку окна, отвертся о москитную сетку и выполз к высоты пятого этажа. Пока правоохранители разбираются в деталях, жители выдвигают свои версии. Говорят, Илья любит голубей, всегда с ними играет во время прогулок. Возможно, их мальчик и увидел в окне. Вопреки возможным домыслам, которые ходят в народе, все соседи твердят в голос – семья примерная. Никаких нареканий в сторону родителей ни у кого нет. Все переживаем, потому что гуляем вместе. У меня полтора годика ребенком, гуляем вместе с Илюшей. А что о семье, можете сказать? Плохого ничего. Мама всегда с ним. Он тут голубей гоняет, носится по двору. Веселый мальчик. Здравствуйте, говорит всегда. Пожалуй, невероятная история Ильюши многим послужит примером. Но далеко не каждый подобный случай заканчивается хэппи-эндом. Между тем, производители окон давно позаботились о детской безопасности. Сегодня родителям предлагают как минимум три вида систем блокировки створок от случайного открытия. Ручка с крючком – это самый простой механизм блокировки створки от случайного открытия детьми. Замена такой ручки по времени занимает порядка двух минут. Но специалисты это может вовсе занять секунд 40-50. В принципе, все. Ручка установлена. Осталось только закрыть и заблокировать, чтобы случайно ее никто не открыл. После общения с нашей съемочной группой, мама Ильюши решила поставить на окна эти самые ручки с ключом. А еще девушка не запомнила лицо женщины, которая первой и обнаружила ее сына. Виктория надеется, что спасительница увидит этот сюжет. Она передает большое человеческое спасибо. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели.